Брака И первый шаг, который нужно сделать, это оставить своих родителей, получить от них независимость, при этом не бросая их, а оказывая почет и уважение. Второй шаг, который необходимо сделать молодой семье для того, чтобы достигнуть гармонии и счастья в отношениях, это прилепиться друг к другу. И об этом мы очень много будем говорить вообще всю эту неделю. Как прилепляться, потому что это очень длительный процесс. Но давайте мы посмотрим, как это происходило у самой первой пары, которая только-только появилась и была сотворена Господом на планете Земля. То есть первое, что Господь делает, когда творит людей, Он сотворил Адама, причем одного. Вот Он всех творит парами, а Адама творит одного. И важно при прилеплении осознать потребность в другом человеке. То есть не просто поженились, не просто сработали чувства, а вот именно эта потребность для того, чтобы отражать гармоничный образ. И Господь сознательно сделал Адама одного. Всех Он творит парами, а Адама сделал одного сначала. Именно для того, чтобы Адам сам почувствовал, как это плохо быть одному. И вот 2 глава 18 стих написано, и сказал Господь, Бог нехорошо быть человеку одному. Представляете, вот все, что творит Господь, все было хорошо, великолепно, чудесно, все было здорово. Но когда Он сотворил человека, и Он говорит, нехорошо быть человеку одному. Вот кто придумал, что человек должен жениться? Это пастор церкви говорит, надо, пора. Это мама с папой. Сколько тебе лет, а ты еще не замужем? Или там не женат? Или сам человек думает, ой, как мне плохо. Это не Он придумал. Кто говорит, что человеку быть одному плохо вообще? Это Господь сказал. И Он решил сотворить помощника, соответственно, ему. И для того, чтобы Адам почувствовал вот это вот одиночество. Осознал. Вы представляете, ведь у Адама было общение с Богом. Личное, прямое, непосредственное. Был райский сад. Райский сад. Была работа любимая. Возделывать этот сад, охранять его. Но тем не менее, чего-то ему не хватает. Какого помощника? Кого-то. И Господь дает задание Адаму, чтобы он сам почувствовал, что он озенок. Дать имена всем животным. И Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных. Это 19-20 стихи. И привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было ей имя. И нарек человек имена всем котам и птицам небесным, и всем зверям полевым. Но для человека не нашлось помощника, подобного ему. Вот Адам дает имена всем животным. Вот нарисуй себе такую картинку. Такую. Такой образ. Сидит он в этом райском саду. Адам. Где-то там на пеньке. Пеньков тогда не было. Наверное, на кучке. Ну да, деревья не пилили. Сидит на кучке. И впереди проходят все животные. Идет такая здоровая гора. Спереди хвост, сзади хвост, уши большие. Это будет слон. Идет точно такая же гора. Тоже два хвоста, тоже уши, четыре ноги. Но так посмотрел. А, чуть-чуть отличается. Это будет слониха. И вот все парни проходят перед ним здоровые тоже. Большое животное, рога, копыта, бычьи, бык. Точно такой же, но маленькое отличие есть. Корова. Петух, курица. Заяц, зайчиха. Да? И тут, и тут. И всем дает имена. Кстати, ежиков он тоже очень легко отличил. Я тогда уверен, что вот в то время Господь настолько был, вот, дал открытый разум для Адама, что он даже, вот он давал имена. Почему именно еж? Ведь он его не просто так назвал. Это будет еж или слон. Он знал, что именно так его зовут. Это еж, а это ежик. Наверное, тогда даже камни имели какое-то вот общение с Адамом. Но я не могу сказать, что они прямо разговаривали. Но что-то такое было, что он чувствовал его, чувствовал вот структуру этого камня. Чувствовал, почему это камень. Он осознавал, не просто на уровне чувств, вообще на уровне всего существа. И разума, и эмоций. Ну что-то такое было там в райском саду, чего нет сейчас у нас. Что Адам всем всем управлял, и живой, и неживой природой. Причем легко. И вот все проходят перед ним парни, а он сидит, он-то один, оглядывается, никого рядом нет. Может, слониха мне будет помощником таким, подобным, соответствующим. Не подходит. Курица тоже не то. Шимпанзе тоже как бы не то, да? И вот все идут парами-парами, он так оглядывался-оглядывался. И наверняка потом приходит к Господу и говорит, слушай, Господи, ну всех создал парами, а я-то один. Мне как-то неуютно одному здесь. Сделай что-нибудь. И Господь удовлетворяет эту потребность. То есть первое, что Господь сделал, это он дал одному почувствовать, что он один. Осознать. Осознать вот эту потребность в друге, в помощнике, в спутнике. И Господь удовлетворяет эту потребность. И это говорится 21-22 стихи, 2 главы книги Батия. И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра взятого человека жену. И привел ее к человеку. И вот здесь мы читаем о таких пяти очень важных действиях Бога в жизни Адама. Как он ему дает жену. Во-первых, он его усыпил. Для чего он усыпил Адама? Вот кто не был на прошлых лекциях и не слушал нашу лекцию, вы отвечайте. Для чего Бог усыпил Адама? Как вы считаете? Всяк призма. Чтобы сюрприз ему сделать. Он просыпается, ух ты вот. Вот он. Вот чего я ждал. Чего такого, чего еще не было в саду. Здорово. Еще какие варианты есть? Чтобы не видел, из чего творил он женщина. Чтобы не видеть материал, да? Ну, интересная мысль. Еще какие варианты? Поднакон, что-то не болит. А, обезболивание, да, анестезия такая. Ну, в принципе, для Бога ведь он скажет, тебе не больно, раз и сделал. Ну, но все равно интересная идея, хорошая. Ну, нам понравилось, как один мужчина ответил. Один мужчина нам так сказал. На мой взгляд, он сотворил, усыпел Адама, чтобы тот ему не мешал советами. Мужчины, представьте, на ваших глазах Бог творит вам жену. Господи, вот тут покруглей, тут поменьше, тут побольше. Рук восемь сделай, две мало. Рук восемь. Язык убери, язык отличное. Не нужно. А кроме того, он ведь творил не только ее физически. Он же еще и там душу вкладывал, характер. Да, там, помягче сделай, чтобы помолчавивее была там, чтобы, значит, не противоречило терпение ей побольше. Причем не просто, когда я долго терпела ей, ну и так далее. Второе действие. Когда он уснул, взял одно из ребер его. Вот об этом очень хорошо сказал святой Августин. Он сказал, Ева была сделана не из головы Адама, чтобы управлять им, и не из его ноги, чтобы быть им попираемой, а из его бока. Вот на языке оригинала там не просто написано, что он взял ребро, а там написано, что он взял часть бока, то есть целый большой кусок бока взял из-под руки, и чтобы быть ему равной, из-под его руки, чтобы быть им защищаемой, и близ его сердца, чтобы быть им любимой. Конец цитаты. Третье действие. Закрыл то место плотью. Для чего? Чтобы дырки не было. Чтобы дырочки не было. То есть, еда не вываливалась. Не свистела, да, еда не вываливалась, не свистела ничего лишнего. Еще какие варианты? Ну вот нам тоже один такой вариант понравился. Один молодой человек сказал, наверное, чтобы показать Адаму, что то, что я у тебя что-то взял, это значит, что ты стал меньше из-за этого. Или хуже. Или хуже. Потому что согласись, что есть. Я тебя восполнил, и ты теперь не только остался таким же, каким и был, но еще и приобрел. Потому что есть такой стереотип, может быть, вот я не знаю, вы слышали или нет, но мы часто слышали. Вот он был таким вот, таким вот активным. Такой парень замечательный, да? Вы представляете, женится. Все. И как-то. Потерянный для общества человек. Да. Или вот, вы знаете, в одной церкви были, там одна девушка была, вот она и хором, значит, регент, она потрясающая совершенно, и в воскресной школе она совершенно потрясающая, с детишками занимается, там, в музыкальной школе все, и вот она выходит замуж, вы знаете, церковь в трансе. Как же мы теперь без нее? То есть потеряный человек, все. Да, то есть, да, конечно, приоритеты смещаются, но это не значит, что вот она стала хуже, и от этого будет хуже служить. Да, может быть, по-другому. Да, может быть, от этого кто-то почувствует себя ущербным, но это не значит, что в глазах Божьих она выпала. Нет, конечно. Был человек и женился. Был человек и женился. Ну, я думаю, слышишь, такие вещи. Ну, нам Господь говорит, что это неправда, это все мини. Итак, первое, нужно почувствовать потребность, то есть осознать вот эту вот готовность, наверное, к вступлению в брак. Во-вторых, Бог восполняет это, дает все, что необходимо. Четвертое действие. И создал Господь Бог из ребра взятого человека жену. И вот на языке оригинала, на иврите, на котором был написан Ветхий Завет, он написан не просто создал, а там написано сотворил, как великий художник, как мастер творит свое произведение. Именно сотворил. Именно сотворил, как вот берет что-то уже хорошо сделанное и делает из него еще более прекрасное. Ну, мы все с вами знаем, что человек – это вершина Божьего творения, да? Слышали такое выражение? И представляете, вот из этой вершины Божьего творения Господь берет и делает еще что-то более прекрасное. Я всегда мужьям говорю, посмотрите на своих жен. Вы – вершина Божьего творения, а жена – это еще более прекрасная. Это вот как берут, например, золотой самородок, из него делают прекрасное золотое колье. Берут алмаз, который сам по себе бесценен, из него делают прекрасный бриллиант. Вот мужья должны так ценить своих жен, как вот еще более прекрасное творение. И последнее, пятое действие – привел ее к человеку. Скажите, кто соединяет людей? Что делал Адам, чтобы получить себе жену? Он вообще спал. Он вообще спал. Он не бегал, не кричал, мне жена нужна, не играл мускулами, да? Не пытался там к пастору приставать с глупыми вопросами. Что пора ему, не пора жениться, и где ему взять невесту? И вообще, это воля Божия или нет? Он вообще спал, чтобы получить свою жену. Ну вот мы об этом будем подробно говорить, когда мы будем собирать семинар по молодежи, по подготовке на эту правку. То есть это тоже будет входить в нашу этику. Вот, то есть первое, что важно опять, осознали потребность друг к другу, да? И Господь нам ответил на эту потребность. И второе, теперь уже от нас зависит, чтобы мы достигли преданности. То есть Бог соединяет, а мы уже работаем над тем, чтобы отражать его образ. И бытие 2 глава 23 стих. И сказал человек, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. И вот на русский язык так вот перевели слово, вот, которое звучит двояко. Его можно перевести так, прочитать эту фразу. И сказал человек, ну вот, это будет кость от костей моих. Типа, ну что ж теперь делать, да? Ну, может быть, вот, кто так, да? А может сказать, вот. То есть какая интонация. И когда я стал вот смотреть, что же на самом деле сказала там, на языке оригинала там написано не просто вот, а там такое слово. Англичане хорошо перевели свои. Вот по-английски хорошо переведено, там понятно сразу, там написано так, вау. Слышали, да? Вот это слово там стоит здесь. То есть на языке, на иврите там написано так, это. Ух ты, вот это да! Вот это то, что мне было нужно. Ну, спасибо тебе, Господи. Это вот, ну, самое то. И так. То есть туда вложены эмоции, и чувства, и всеосознание, и благодарность. То есть вот такое слово, которое действительно, ух ты, вот это да, вау. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансом. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com Ну, так вот, значит, вторая составляющая. Вот действительно, прилепиться, да? То есть поверить то, что Бог соединяет, и достичь преданности. И уже потом идет, в работу вступает третья составляющая. Подключается, да? Стать одной плотью. То есть здесь вот мы написали так, что физический союз, физический союз выражает единство со всей личностью супруга. И результатом такого становления является уже единство и открытость между супругами. То есть одна плоть, это не нужно понимать, ну, настолько буквально, как это очень многие служители, пасторы прочитывают. Раз это одна плоть, значит, это вот, ну, одно тело. Секс. Один секс. А все остальное, ты ко мне не лезь, я к тебе лезь не буду. Ну, просто извините, ну, был такой разговор, ну, Вадим, пастор, так сказал, вы слишком широко это трактуете. Написано одноплоть, значит, секс. Вот во мне есть старая греховная плоть, вот она и должна стать одной плотью с моей женой. Вот и все. А то, что у меня делаю на работе, то, что я там имею какие-то чувства, переживания, это моя жена нисколько не касается, точно так же, как не касается меня, ее переживания, это ее переживания. К другому, это вот в прилепице можно рассматривать, в отлеплении, а здесь только секс больный. Ну, вот мы с этим несколько не согласны. Вот и особенно завтра, когда мы будем говорить по интимным отношениям с упрочствами, мы эту тему так развернем. То есть, одноплоть муж и жена должны стать и на уровне тел, то есть делиться своими телами друг с другом, и на уровне своей души, своих духовных составляющих, душевных составляющих, а это наш разум, то есть мы должны обладать, как муж и жена, одной информацией, на уровне чувств, то есть у нас должны быть одни и те же переживания, и если моей жене плохо, я не должен от этого хохотать, у нас должны быть одни переживания, одни эмоции, и воля должна быть одна, то есть принимаем решение вместе, вместе отвечаем за последствия. Конечно, отвечает в основном мужчина, как глава семьи, но жена принимает в этом участие. И третья составляющая человеческого тела, человеческого существа, это дух. У нас должны быть единые духовные законы, единое убеждение. И тогда мы сможем стать одной плотью. Ну вот, конечно, есть перекосы. Вот перекосы какого-то человека, верующего, и перекосы есть, подобные, как у него в мире, где считается так, что самое главное, чтобы с сексом было все в порядке, а остальное все приложится. В общем-то, сейчас практически средства массовой информации по поводу отношений супругов огромное влияние уделяют сексу. Да? Техника секса. Вот научитесь к сексологу, сходите, вам все подскажут, а остальное все придет. Смотрите, все хорошо, все хорошо. И другой перекос бывает в другую сторону. Самое главное, чтобы оба были верующими. Самое главное, чтобы оба вместе молились. Вот если вместе молятся, то все само остальное будет. Получится автоматически. Не получится. Понимаете? То есть нужно работать по всем этим трем направлениям, чтобы уже действительно было становление одной плоти. То есть вот эти перекосы недопустимы. Ни в коем случае. Помолиться и пойти к сексу. Если нужно, то да. Если нужно. Так. Так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok